Новые перспективы могут открыться перед предприятиями республики после ряда встреч, которые провел в Москве Михаил Игнатьев. Об этом шла речь на очередном заседании Кабинета Министров. Участие в международном форуме «Армия-2017», деловые переговоры с представителями корпорации «Росатом». И там, и там наши предприятия представили свои инновационные разработки. В области атомной энергетики уже давно налажено сотрудничество. Михаил Игнатьев подчеркнул, что организациями проделана большая работа по разработке и освоению производства новых видов изделий и оборудования, способных заменить иностранные аналоги, а в ряде случаев, превосходящих их по многим параметрам. Они просят собраться еще где-то в конце сентября или в начале октября. Мы по итогам этого форума подведем определенные итоги, какие заказы, какие контракты дополнительно подписаны. Это признавая то, что государственные заказы будут уменьшаться, об этом говорил президент Российской Федерации, начиная с 2025 года, конечно, к этому должны быть готовы. Дополнительные договора должны быть заключены для того, чтобы, имея эти дополнительные заказы, для самореализации молодежи могли создавать рабочие места. Правительство Чувашии одобрило и проект постановления о правилах предоставления субсидий предприятию Чувашавтотранс. Напомним, что в конце мая оно получило коммерческий кредит в сумме 62 миллиона рублей для покошения кредиторской задолженности по заработной плате. В связи с недостаточностью собственных оборотных средств для возврата основного долга и процентов по кредиту предприятия предусматриваются субсидии из республиканского бюджета Чувашской республики. Настоящим проектом постановления предлагается утвердить правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской республики групп Чувашавтотранс на финансовое обеспечение затрат на уплату основного долга и проценту по кредитному договору. На заседании правительства были также рассмотрены и другие социально значимые проекты. Продолжение следует...